Золотая маска В личной сцене выступил театр оперы и балета. В гостях у меня сегодня дирижер театра Александр Шамеев. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Я вас поздравляю и с тем, что отвыступались, и с тем, что были первыми ласточками, которые среди наших трех театров Самарской области поехали в Москву и задали планку, я думаю, потому что успешно все прошло. Я знаю, что аплодировали стоя актерам, и вообще все было прекрасно. С чем приехали солисты обратно, с какими впечатлениями, как вообще поездка? Дело в том, что театр номинировался подряд, уже второй год номинируется на действительно очень престижную премию. Золотая маска. В прошлом году мы номинировались с Пиковой дамой, было тоже пять номинаций. А в этом году среди Магбана Пациентского уезда. И поскольку работа над спектаклем и труппой, и была задействована вся труппа театра... Ну, огромный спектакль же просто... Огромный спектакль с огромным количеством участников, с огромным количеством действующих лиц, с очень большим составом оркестра, плюс еще духовая банда на сцене. Поэтому вот было вложено столько сил, столько душевных сил, желание показать действительно такую настоящую, это очень сложная работа для всей труппы. И я думаю, что как бы самый главный результат, как говорится, что не до побед все дело в одолении, но главное, что труппа на этом спектакле очень сильно выросла. Была очень сильно концентрированная работа каждого солиста и над собой, и над задачами режиссера, и над музыкальной стороной. Это очень непростая работа. К ней театр шел, в общем, практически пять лет. Была с самого начала, после реконструкции. Это название как бы усиленно обговаривалось. И помогло, конечно, во многом то, что был юбилей Шостаковича 110 лет со дня рождения, и как бы вот совпало все. И то, что второй раз нас подряд позвали на маску, и есть пять номинаций, вот, я считаю, что это огромный успех для нашего театра. Я предлагаю, есть у театра трейлер, такое модное слово, трейлер спектакля. Давайте его посмотрим и продолжим наше обсуждение. Вот как раз хотелось проговорить о том, что сцена, сейчас наша современная сцена нашего оперного театра, она уникальная, она современная, технологичная и так далее. В Москве театр выступал в Театре Станиславского и Немировича Данченко. Насколько, вот, есть ли совпадение, или приходилось как-то ужимать себя где-то? Достаточно ли там столичная сцена хороша по сравнению с нашей? Удобно ли было? В Театре Станиславского хорошая сцена, достаточно хорошая акустика, но, естественно, есть большая разница. И всегда есть разница от одной площадки к другой. И, естественно, были акустические моменты, которые, безусловно, нужно было как-то мобильно работать с оркестром, слушать со стороны, как это звучит, и как это в новых условиях происходит. Но тут долгий процесс адаптации или долго там возможности не было? Сколько было времени? Вы понимаете, дело в том, что есть одна оркестровая репетиция, есть некоторое время перед спектаклем, есть еще до этого техническая репетиция света, есть рамки, которые как бы в любом случае... Потому что это театр. Это театр со своими спектаклями, со своим рабочим процессом, и поэтому то время, которое было дано, вот одна вечерняя репетиция, этого, в общем, было достаточно для такой достаточно мобильной перестройки нашей работы. Мне хочется тоже про эмоции узнать, то есть всегда поездка, во-первых, в принципе, куда-то, когда актеры ездят, какие-то эмоции новые получают, а тут все-таки такой престижный фестиваль, и уже действительно это дубль второй год подряд, и тем не менее, вот как уже поехали, как такие матерые специалисты по золотой маске, или как бы... Вы понимаете, любой выезд, любые гастроли, это всегда волнение, это всегда не вообще, в принципе, любой выход человека творческого на сцену, дирижера за пульт, музыканта садящегося, играть соло, к примеру, в оркестре, да, как каждый раз это на нашей происходит, эта сцене, а уж тем более на гастролях, это всегда в любом случае волнение. Но это волнение, которое подстегивает, которое добавляет драйв, которое, в общем, вытаскивает это произведение, рождает. Поэтому я как бы думаю то, что любой солист, любой исполнитель, он, безусловно, волнуется, но это оправданные волнения. Что, вот результаты, понятно, там, 19 апреля мы все с нетерпением ждем. Мы все будем держать кулаки за наш театр, все будем волноваться, потому что в этом году «Маска» на редкость сильна по своим, музыкальная часть «Маски» очень сильна по своим участникам, по своему уровню. И еще раз говорю, что это здорово, что мы попали, эта работа оправдывает эту номинацию, вложено столько труда, что замечательно, что была возможность показать именно в рамках этого фестиваля. Ну, не надо забывать, что, к примеру, была очень серьезная работа Екатеринбургского театра оперы и балета «Пассажирка» Мечислава Вайнберга. Была очень серьезная работа Пермского театра оперы и балета. Легендарный Бобл Уилсон ставил «Травиат» совместно с Теодором Курензисом за «Дирижерским». То есть конкуренция жесткая. Большой театр представил вторую редакцию под названием Катерина Измайлова с Туганом Сухиевым за «Дирижерским пультом» и так далее. То есть очень сильный состав участников, очень сильная борьба в этом году. И то, что именно удалось показаться сейчас, это огромная заслуга. Мы будем, конечно, надеяться, что... Театр и так уже не остался незамеченным. А театры говорят, и театр в Москве произвел большой фурор с этим спектаклем. Будем надеяться на какие-то конкретные результаты. Мы тоже будем держать за вас кулачки. Хочется вот еще какой вопрос задать. Вот господин Анисимов уже обладатель «Золотой маски» в прошлом. Как вы думаете, это плюс или это не влияет? Влияет ли то, что вот есть уже у Анисимова «Золотая маска» и с этим же спектаклем... Да, Майя Саранисимов получил «Золотую маску» за «Леди Магвенцинского из-за», когда он привозил ее с Ростовским театром оперы и балеты. В свое время он там был художественным руководителем, главным дирижером. И уже показывал. И Ирина Крикунова, которая номинировалась, тоже пела в той постановке и стала дипломантом того фестиваля. А Александр Михайлович имеет лауреатство. И я думаю, что то, что он имеет плюс, то, что он имеет маску за эту работу, это безусловно плюс. Потому что Александр Михайлович на данный день один из редких специалистов по этой опере. Все мы знаем и классическое исполнение под управлением Мстислава Ростроповича. Мне, кстати, в свое время, в конце 90-х, повезло быть на концертном исполнении «Леди Магвенцинского» под управлением маэстро Ростроповича. Как здорово. Да, привозил Санкт-Петербургский заслуженный коллектив. И было много на то время известных солистов из Большого театра, из Кировского. И это было... Я это первый раз услышал в таком живом исполнении. Я был просто ошеломлен. Но то, что сейчас я услышал в Самарском театре оперы-балета, а есть еще знаменитая запись Александра Анисимова, которая продается по всему миру, DVD с Грандтеатром Лисео, где он тоже ставил, как дирижер «Леди Магвенцинского уезда». И это не первое его обращение к этой партитуре, но то, что я слышал, и я очень рад, что я сопричастен к этой постановке. Я работал с оркестром, с певцами, помогал маэстро. Я, честно говоря, был тоже ошеломлен работой всей труппы, оркестра, в частности, над этой партитурой, потому что музыканты, когда они уже стали... Прошло большое количество репетиций, музыканты стали свободны во владении этой музыкой, у них стали гореть глаза, у них появился азарт исполнительский. Им самим стало... Они, когда пришла вот эта интерпретаторская свобода, они что-то тоже новое находили для себя в этой музыке, у них горели глаза, и это дорогого стоит, потому что, еще раз говорю, что это очень сложная партитура. Уже наш театр обращался в свое время, опять-таки, с маэстро Остроповичем в конце 90-х была опера слонимского «Видение Анны Грозного». Это не впервые наш оркестр играет такую сложную музыку, но, тем не менее, вот как сама стратегия, как подошли к этой опере, как к ней все продвигалось, и это все было, в общем, по ступенькам. Ну вот говоря, когда генеральные были репетиции, мы встречались с режиссером, с Георгием Мясакяном, он говорил о том, что очень много драматизма, и не только в целом, да, в постановке, но и, конечно же, в первую очередь, драматизма в музыке. Вот насколько это прослеживается, и именно с музыкальной точки зрения? Это такая-то, как бы, экспрессионистская опера. Ее часто называют, такой русский воцик. И это... Я вот наблюдал просто, как маэстро репетирует. Он, безусловно, партитуру эту знает досконально. И каждый раз, работая над каким-либо фрагментом, что-то его могло не устраивать в звучании оркестра. Он уже вплоть до генеральных репетиций что-то менял в оркестровке, добавлял новые тембры, чтобы краски звучали наиболее насыщенно, чтобы каждый такт, каждая деталь и в сценическом исполнении, чтобы это в музыке все время находил отклик, чтобы было как можно больше вот этих красок, которые... Помогает создавать, да, наверное, эту незабываемую атмосферу. Да, атмосферу. Мы все время были сопричастны в изменениях поведения Катерины, что... Ведь Шостакович, он на самом деле сопереживает, сочувствует Катерине, несмотря на то, что происходит в этой опере. Это, в общем, нет смысла пересказывать сюжет, но, тем не менее, соучастие, сопричастность, боль его, внутреннее сострадание, и все это абсолютно досконально передано через музыку и передано нашим оркестрам, нашими музыкантами. Коль же заговорили о музыке, давайте тогда посмотрим еще один фрагмент из спектакля, одну из арий, который исполняет солист, Георгий Цветков. Давайте посмотрим и вернемся. Солнце и луна друг друга замечают, звезды даже все ночами их сияют. А так, на тобой, бессменно, на посту, кодроги генасти, засуху им глух. Вот за все свои соранья, кодроги генасти, прыгнанья, генасти, наша жаба, бессменно, с праджи, вся чеба, очень, грустно! Где бы как бы поживиться, нам бы мутно выгодиться. Для кого квартальный он стует ночами, для кого обводит грозными ночами, чтобы нигилиста в страху нагонять, чтобы благопристойность всюду сохранять. Артисты ведь получают удовольствие и выходя на сцену, да, и получая вот эти свои заслуженные аплодисменты, но останавливаться на достигнутом никогда нельзя. И театр никогда не стоит на месте, там все время бурлит жизнь, кипит, что-то происходит. Съездили молодцы, как бы, да, результаты в апреле. А что происходит сейчас? Я знаю, что большой фестиваль, очень интересный, красочный, и как раз вы тоже можете об этом рассказать. Вот сейчас буквально недавно было такое, как бы, концертно-опереточное ревью. Как бы такой спектакль в двух действиях, номера из разных оперет, но соединенные в такую, как бы, единую сквозную линию. Вот. И мне показалось, что это было приурочено к началу весны, к Международному женскому дню. Вот. Было две премьеры. Мне показалось, что зритель был очень доволен. И немножко артисты, как бы, тоже чуть разгрузились, погрузившись в такой для себя не совсем такой привычный и знакомый жанр. И у нас многие солисты, мы работали балетмейстеры, они замечательно двигались, танцевали. Хочу отметить работу, вот у нас новый тенор в труппе Антон Кузенок. Он потрясающе, естественно, двигался, танцевал, пел. То есть абсолютно оказался органичный актер. Та же Ирина Крикунова, которую мы все знаем по оперным, серьезным очень работам, выдавала такие танцы. И был такой замечательный совершенно блок из Джорджа Гершвина, из Порги и Бесс. В общем, это была очень интересная, такая необычная работа для всей труппы, которая, я думаю, имеет продолжение. И, по-моему, будет еще одно у нас представление и в мае, и в конце сезона. В общем, публика отреагировала с энтузиазмом на это представление. Академическое искусство тоже должно хулиганиться немножко. И был, да, и оркестр немножко раскрепостился. В общем, некое было такое весеннее обновление театра. Сейчас в ближайших наших планах – это вот весенний фестиваль с 9 по 23 апреля. Ну, традиция проведения этого фестиваля, она сложилась еще, уже можно сказать, в прошлом веке, в 20-м. Вот. Но как такое сформулированное какое-то окончательное свое воспроизведение, уже это с 2003 года фестивали имеют разные названия. И в 2015 году был фестиваль при участии Большого театра, посвященный 70-летию Победы. Но также известно то, что Большой театр здесь был в эвакуации, и поэтому вот… Как запасная столица. Да, был приурочен к этому. Был фестиваль, который был совместно с Архиповским фондом, проведен к юбилею Архиповой. Потом был фестиваль Лики любви. В общем, так или иначе весенний фестиваль существует, и каждый раз бывает какое-то новое, интересное вкрапление какого-либо повода. Вот в этом году какое у нас вкрапление? И театр, как правило, показывает, то есть не как правило, а так и есть, показывает свои спектакли, свои лучшие спектакли. И приглашает ведущих оперных певцов из разных театров России, в основном. У нас будут гости из Большого театра, из Михайловского театра, из Мариинского театра, из Екатеринбургского театра. Это сейчас очень сильный театр. И ожидается в середине фестиваля, 16-го числа на Пасху, ожидается очень интересная концертная программа с первым действием, где оркестр будет на сцене. Будет концертная программа, очень интересная. Не так часто можно видеть наших музыкантов на сцене, потому что это в основном, конечно, прерогатива филармонии. Но, тем не менее, это очень интересно. Увидеть наших музыкантов на сцене и во всем их красе и профессионализме. А второе действие – это будет концертная версия оперы «Алланты», которая... Эта опера шла в Самарском театре оперы и балета до реконструкции. Но вот сейчас такая первая ласточка – концертное исполнение. Эта опера выдерживает концертное исполнение, потому что настолько за час с небольшим такая динамика и стремительное развитие сюжета. Но это с планами, с перспективой на восстановление этой оперы? Возможно, но пока речь идет о концертном исполнении. И я еще раз говорю, что там достаточно всего в музыке и в действии для того, чтобы внимание зрителей не было отпущено ни на секунду. Я могу одну только приоткрыть небольшую тайну. Это единственная опера в мировой оперной литературе и среди опер Чайковского, где вступление к опере написано только для духовых инструментов. Вот ради одного этого... Больше рассказывать я не буду ради одного этого. Это такой звук, такие темпы. Это очень интересно услышать, прийти и увидеть это самому. Я представляю спектакль «Сивильский цирюльник» на открытии фестиваля. Ожидаются два солиста «Геликон-опера». Оба нам уже знакомые солисты. Константин Брыжинский, который сотрудничал с нами в постановке «Сивильского цирюльника», который принимал участие в самой постановке «Пелфигера». И приезжает, вновь приезжает Дмитрий Скориков, который сейчас, с одной стороны, он номинируется за лучшую мужскую роль в опере с партией Бориса Тимофеевича в «Лидии Магбет». А с другой стороны, он приезжает петь в «Бартоле» в «Сивильском цирюльнике». То есть второй раз мы увидим этого певца у нас. И, конечно же, мы увидим всеми любимыми самарскими зрителями Ирину Янцеву, которая будет петь «Разину» в этом спектакле, Георгия Шагалова. И это будет открытие. Также необходимо сказать о том, что сейчас приезжает замечательный Тена, и он будет петь 19 апреля в спектакле «Травиата». Я говорю о Богдане Волкове. Он тоже не первый раз уже приезжает к нам, и приезжал. Два года назад вместе с очень уже известным певцом Василием Лудюком, они вместе пели в «Опере Евгения» тоже в нашем спектакле. Он пел Ленского, Богдана Волкова. Меньше минутки остается. Давайте быстренько по программе. В какие дни, в две недели получается? 9 апреля «Сивильский цирюльник». 12 апреля «Волшебная флейта. Моцарт» — это спектакль «Малая сцена». 16 апреля я уже говорил о пасхальном концерте. 19 апреля «Травиата». 21 апреля «Князь Игорь». Тут очень важно сказать, что будет Агунда Кулаева, солистка Большого театра, будет петь Кончаковну, солист Мариинского театра Юрий Воробьев и Владимир Игоревича будет петь Алексей Татанец. Спасибо вам огромное, что пришли. К сожалению, наше время заканчивается. Друзья, все на весенний фестиваль в театр оперы и балета. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Пока, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова